МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Затонувшие стены древних городов, памятники исчезнувших цивилизаций могут скоро вновь предстать перед нашими глазами благодаря новым технологиям дополненной реальности. Разберемся поглубже, как это работает. Две тысячи лет назад это ушедшее теперь под воду побережье вблизи Неаполя было популярным римским курортом. Называлось это место Байя. Сегодня требуется акваланг, чтобы увидеть развалины некогда роскошных вил. А вскоре ныряльщики смогут брать с собой планшет. Благодаря этой системе водолазы могут определить свое положение под водой. Иначе это невозможно. Ведь сигналы GPS в подводную поверхность не проникают. Планшет в надежном водонепроницаемом чехле получает акустические сигналы с подводных маяков. Благодаря этому специальное приложение точно определяет позицию аквалангиста, направляя его к самым интересным подводным объектам. Например, к этой мозаике, на полу затонувшей римской виллы. Карта на планшете показывает, где мы находимся, что можем здесь увидеть, что за руины лежат под нами. А кроме этого, мы впервые добавили возможность использовать дополненную реальность под водой. Приложение, разработанное в рамках европейского исследовательского проекта iMariculture, воссоздает трехмерное изображение виллы на мобильном экране. Если установить на морском дне QR-коды, водолаз может путешествовать по виртуальному городу, исследуя затопленные руины. Но кому еще могут пригодиться подобные средства виртуальной реальности? Многие не умеют нырять с аквалангом, поэтому не могут побывать здесь и увидеть эти подводные развалины. Мы стремимся сделать их доступными самой широкой публике, используя различные средства виртуальной реальности. Посетители местного археологического музея уже могут совершить виртуальное погружение с помощью специальной серии гарнитуры. Все выглядит очень реалистично. Можно разглядывать виллу, любуясь ее былым великолепием, или переключиться в настоящее и осмотреть оставшиеся от нее руины, не опасаясь промокнуть. В будущем в виртуальные путешествия можно будет отправляться не только в музее, но и в школе, и даже у себя дома. Можно будет совершить прогулку по местам, которых больше не существует, услышать рассказ о них и даже встречаться с историческими персонажами. Попасть в прошлое возможно, и этот совершенно бесценный опыт теперь стоит не так уж дорого. Но речь идет не только о популяризации исторического наследия. Технологии виртуальной реальности позволили исследователям разработать профессиональный симулятор для обучения методам проведения раскопок на подводных археологических объектах. Мы стремимся не только просвещать широкую публику, но еще и разработать инструмент для музейных работников и будущих археологов, чтобы процесс обучения проходил для них проще и быстрее, в управляемой среде. Очень сложно учить кого-то непосредственно на подводном объекте. А благодаря подобной технологии подготовка, надеемся, станет гораздо эффективнее. Продолжение следует... Продолжение следует...